Друзья, наш герметик, бентонитовый сноур, на третьи сутки увеличился до 4 копейками сантиметров. Ну, 4 тут, можно сказать. Тут тоже 4,2 миллиметра. Все работает, увеличивается в объеме два раза от своего объема изначального. Закладывается в коммуникациях. Допустим, гильзы оставляют через стену, допустим. Так как бетон не является, не адгизируется с пластиком, металлом или еще чем-то. Поэтому обычно оставляют гильзы такую, пластиковую или металлическую. И ничего не закладывают. И через бетон и гильзу заходит вода. Вот в идеале, конечно, оставлять нужно такой бентонитовый шнур закрутить и так оставить. И этот шнур при попадании воды через холодный шов отсюда, она начинает набухать. И тем самым герметизирует всю эту гильзу. Так что обращайтесь, подскажем. Все должно работать как положено. Иначе, если неправильно сделать, зря потраченные деньги лишний раз. И геморрой потом выкачивать воду. И бороться с этим влажностью и потеками. Лучше сразу все это сделать как положено. Есть смеси разные для разных видов. Есть своя позиция, допустим. Скажем так. Проконсультируем. 100% подскажем. Надо будет, если, допустим, надо сделать. Сделаем гидроизоляцию заранее или после. Добавки в бетон, допустим, есть сразу. Добавку в бетон добавишь. Оно увеличивает, во-первых, и прочность, и гидроизоляционные способности самой конструкции. То есть его не нужно уже делать гидроизоляцию. Все, можно закрывать там утеплителем, плантером и засыпать землей и все. Современные технологии надо пользоваться, а не игнорировать. И пытаться там что-то сделать, сэкономить. Это не то место, где можно экономить. Это надо сделать один раз и лет на 40-50, чтобы хватало. Продолжение следует...